МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все металлические конструкции ребята приносят с производственной практики, с предприятий, совместно с составниками, выполняют работы и уже сюда приносят. И еще эти работы, как отчетная документация, недокументация, подтверждение, что прошли практику, чему-то научились, чего-то освоили. И уже более серьезные работы, как действующие стенды, ребята с ними выступают на защите уже, как реальные проекты. Наши ребята работали в организации. В этой организации изготавливают купола для всех ЦРП России. И вот, так скажем, в благословении разрешение священника мини-изделий, мини-купола, сделанные для нашей выставки, которые действительно покрыты сусальным, настоящим золотом, и уже вот они украшают наш зал выставочный. Мини-пички, мини-гаражи, красивые заборы и даже купола. Эти экспонаты представляют особую ценность для новочебоксарского политехнического техникума. И знаете почему? Они сделаны руками студентов. Поэтому день открытых дверей для школьников преподаватели начали с экскурсии в музее учебного заведения. Техникум активно сотрудничает со школами города. Выпускники здесь частые гости. Для них специально проводятся профориентационные презентации. Красивые изделия из металла, сделанные своими руками, заинтересовали ребят. Теперь пора узнать, как научиться делать такие уникальные изделия. Наши учебные заведения являются также ресурсным центром по обучению и подготовке сварщиков. Наши учебные заведения имеют одну из лучших материально-технических баз по данной профессии. У нас выпускаются высококвалифицированные специалисты. Подтверждение этому – это результаты профессиональных конкурсов, республиканских и всероссийских. Ежегодно наши студенты занимают только призовые места на данных мероприятиях. Студенты нашего техникума востребованы на предприятиях города и республики. Ежегодно 99-98-99% они трудоустраиваются. Сварочные технологии – основа многих техпроцессов. Стоит только оглянуться вокруг, современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя построить высокие здания, автомобили, корабли. Металл применяется повсеместно. В быту, в промышленности, в строительстве. Специалист по металлу соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической сварки. И такая профессия действительно будет востребована всегда. Профессия сварщика – настоящая мужская профессия. Сварщик – профессия ответственная, почти виртуозная. От качества работы которого зависит многое – долговечность и устойчивость строительных конструкций. Работа и срок службы различной техники. Я выбрал эту профессию, так как она хорошо оплачиваема. Но я вижу себя при сварке трубопроводов и в судостроительстве очень востребована. Одеваем каски. Без этого входить в помещение запрещено. Мы находимся в сварочной мастерской. Студенты получают здесь первые навыки сварки на тренажерах. На сварочные искры смотреть без специальной маски опасно для здоровья. Можно получить ожог глаз. Студенты Новочебоксарского политехнического техникума тоже готовы к занятиям. На них специальная одежда, рукавица и шлем. Преподаватель проводит инструктаж, дает задание и начинается работа. Тренажер позволяет моделировать процессы ручной дуговой, полуавтоматической и аргонно-дуговой сварки. Расходимся по рабочим местам и варим нижнее положение. Длина дуги, угол наклона электрода, скорость сварки. Компьютер полностью контролирует работу студентов. Затем вместе с педагогом ребята анализируют ошибки, а оценки все же выставляет техника. На автотренажерах студенты учатся поддерживать сварочную дугу и вести сам процесс сварки. А потом реализуют все это на настоящих пластинах и инверторном оборудовании. Я выбрал эту профессию, потому что эта профессия востребована на рынке труда. Новочебоксарский политехнический техникум является ресурсным центром. Здесь можно выучиться на сварщиках. Можно получить пятый разряд по сварочным работам. Отработав слабые места и набив руку на тренажере, ребята переходят на другие сварочные посты. Там компьютер за ними не следит, но от надзора мастера никуда не деться. В техникуме работают высококвалифицированные специалисты. Так профессионализм Станислава Григорьевича подтвердило Национальное агентство контроля и сварки. Задача нам научиться варить в вертикальном положении стыкового соединения труб диаметром 57. Надо для этого научиться с малых. Начинаем варить сбоку с поворотом на 90 градусов. Начали варить, дошли наверх, поворачиваем. На 90 градусов повернули, еще наплавляем, доходим наверх, еще на 90 градусов повернули, наплавляем, до верха доходим и закрываем. Встречается начало первого шва и конец последнего шва, встречается, получается замок у нас. Мы сделаем замок, у нас труба заварена. Под его руководством студенты осваивают разные виды сварки и варят свои первые изделия. И так, шаг за шагом. Начинающему сварщику найти себе применение не составит труда. Да и на что не пойдешь ради любимой работы. Вот и мне пришлось надеть костюм сварщика и, как говорится, встать за штурвал. Профессия сварщик зародилась в начале 19 века. Еще в 1802 году русский академик Василий Петров открыл эффект электрической дуги, возникающей между двумя угольными стержнями при прохождении через них тока. Проделав большое количество опытов, он показал возможность использования электрической дуги для плавления металлов. Практически применять дугу для сварки начали только через 80 лет. Благодаря этому открытию появилась возможность изготавливать из стали морские суда, автомобили, военную технику, мосты и различные сооружения. Применение электрической дуги и раскаленной газовой струи позволило человечеству перейти от заклепок к цельному сварному шву. Нужно неспешно вести рукой, чтобы шов ложился ровно, аккуратно, без брака. Для этого необходимо терпение и душевное равновесие. Востребована на рынке труда и высокооплачиваемая профессия. Мы со школьниками перемещаемся в производственный мини-цех. Здесь студенты получают навыки механизированной сварки в среде защитных газов. Аргона дуговая, например, используется для сварки цветных металлов, нержавеющей стали. Николай Васильевич работает в учебном заведении со дня его основания. Не раз побеждал в конкурсах профессионального мастерства сварщиков среди мастеров производственного обучения. Говорит, что всю жизнь работал с душой. Этому же старается научить и молодое поколение. Он помнит еще времена, когда не было компьютерных тренажеров, а их роль выполняли преподаватели, которые буквально, держа за руку студента-сварщика, учили варить железо. Как письмо осваивают от первых классов, кто начинает, то же самое, значит, так же и здесь начинает. Кто-то быстрее осваивает, кто-то медленнее. Здесь уже более, вот видите, как время пришло. И сейчас новые программы. Раньше были программы, сейчас программы нового образца. Они требуют более точных и высоких знаний. С момента изобретения соединений металлов электродуговым способом, сварка от ремонтной и восстановительной технологии стала незаменимым массовым технологическим процессом соединения материалов во всех ведущих отраслях промышленности и строительства. Мы здесь варили валики в среде углекислого газа. Это нам пригодится для ремонта изношенных деталей автомобилей. Срок обучения сварщиков в Новочебоксарском политехническом техникуме два года и пять месяцев после девятого класса и десять месяцев после одиннадцатого. Интересно было узнать, что существует очень много видов сварки аргонно-дуговая. В детстве я много раз в деревне видел, как у меня варит дедушка. И мне было очень интересно, но именно сегодня я узнал, при помощи чего это происходит, как, в каких условиях вообще, что надо для этого сделать, чтобы сварить что-либо. И меня этот процесс очень удивил, потому что я не думал, что это происходит в такой ситуации, когда вообще чуть ли не на ощупь варишь. И очень интересно, что получится в итоге. В учебных мастерских мы побывали. Пора посмотреть и настоящее производство. На одном из крупных чебоксарских сварочных предприятий работают выпускники Новочебоксарского политехнического техникума. Это предприятие производит сварочные работы для потребителей со всех регионов России и зарубежных клиентов. Дмитрий, выпускник Новочебоксарского политехнического техникума, на работе сваривает огромные металлоконструкции, на которых потом держатся крупные торговые центры, фермы и жилые дома. Работа очень ответственная, тут не поспоришь. Почему вы выбрали эту профессию и почему именно сюда? Я выбрал эту профессию, потому что у меня отец работает сварочником в детстве, очень нравилось наблюдать, как сверкает все, блестит. Пришел сюда я после армии, устроил отец в эту фирму. Я пришел как раз во время кризиса, был кризис. Устроил сюда в Сигму М, работаю уже 5 лет. У него навыки уже были, когда поступил, он уже умел. И, видимо, отец уже научил его до того, как к нам уже поступить. Вот в этом плане, и он сразу так быстро подтянулся, и сразу проявил себя с хорошей стороны, и начал участвовать в конкурсах. Сначала среди групп у нас какие конкурсы бывают, потом в Республиканском, Приволжском участвовал, и в Всероссийском, и занимал везде первые места. Подтянулся потом из-за того, что ходим в гараж, у меня там аппарат стоит. Вот я их даже до училища, я их уже учил, его, и вон, и друзья, которые здесь работают, тоже у меня в гараже работали. Вот я вот сюда заготовки беру, набираю, и они начали это им показывать, и вот они так и потянулись, научились работать. Ихняя группа, вот этих денег много, они вообще хорошие ребята, хорошо работают. Их не... Вот они работают, они все молодцы. Вот так любят и хвалят Дмитрия родные и преподаватели. У молодого человека далеко идущие планы. Хочет получить высшее образование, но планирует оставаться в своей же профессии, уже на руководящей должности. С боксарским политехническим техникам мы сотрудничаем уже очень долгое время. К нам постоянно приходят их выпускники, проходят практику студенты. Обучением и их квалифицированной подготовкой очень довольны. Свою работу выполняют они качественно, трудолюбивы, дисциплинированы. Придя сюда и понял, что профессия сварщика не такая уж и легкая профессия. Довольно-таки даже сложная. По мне, для того, чтобы быть сварщиком, нужны такие качества, как стойкость, умелость. Тем не менее, работа сварщика очень интересная. Получаешь удовольствие от проделанной работы, так как, когда идешь по городу, видишь плоды своей работы. Если ты будешь хорошо выполнять свою работу, то она будет хорошо оплачиваться и высоко ценится. Сварщик – это профессия, можно сказать, творческая. Подход каждый находит свой. Из металла можно делать все. Он и режется, и варится, подлежит ковке. В общем, можно сказать, из металла можно сделать все. С такой профессией в жизни точно не пропадешь. В сфере строительства, производства, ремонта и услуг для сварщиков двери всегда открыты. При грамотном подходе к делу рисков в работе можно избежать. Редактор субтитров А.Семкин